всем доброго времени суток меня зовут надежда я рада приветствовать вас у себя на канале сегодня будет у меня болталочка под вязание берите чаек кофеек и ну и присоединяйтесь ко мне посидим повяжем я в кадре буду вязать джемпер у меня уже начата спинка до вяжу на спицах номер 4 основную деталь сейчас набрала на спицы номер 3 резинка это резиночка 2 на 2 вижу для дочери еще и правда не определилась что это будет джемпер либо свитер но тем не менее начала резинку чтобы поболтать с вами и и только в принципе сомневаюсь что у меня хвост пряжи поэтому начинаю кусочками возможно изделия кусочками вязать смысле чтобы видеть что у меня по пряжи чтобы на пустом вверх потом как-то скомбинировать вижу таким интересным узором узор мастер-класс есть у меня на канале так что кому интересно в плейлисте ажуры ажурные узоры но я в кадре повяжу тык новый вышел недавно увидела его краски у автора канала канал называется ксения и ольга канал относительно небольшой еще нет тысяч подписчиков и хочу немножечко и поболтать одновременно с вами и поддержать немножечко канал потому что канук такая такие каналы мне нравятся да несмотря на то что он небольшой но тем не менее есть и вязание и кулинария много много болталок на тему вязание на ответы на вопросы теги совместные проекты где только показывает свои работы и не только да и и есть кулинария в общем все то что я люблю и то что могу посоветовать скажем так ну а сам тег называется вот и осень наступила вопросы по поводу осени и перекликающиеся непосредственно связанием читать я буду с компьютера поэтому немножечко возможно звук будет западать или пропадать поэтому ну как-то мне не очень это удобно потому что стоит на двуку сбоку поэтому пока так нет возможности у меня его поставить впереди до места нет занята нам короче чтобы читать пряменько с экрана поэтому буду поворачивать свою голову так первый вопрос звучит так легко ли вы расстаетесь с летом нет абсолютно нелегко потому что я теплолюбиво я очень люблю тепло наверно поставлю выше чуть-чуть может быть вам будет падать тень уж извините потому что боковое зрение мне развита не очень хорошо в общем с летом остаюсь крайне тяжело поскольку люблю тепло мне кажется будь моя воля я бы наверное свинтила куда-нибудь в такую страну где на лето круглый год даже наверное нибудь моя воля позволяли бы финансы наверное да просто переехать мигрировать в какую-нибудь страну где на экватор да где круглый год лето ну если кто не знает а я живу на сегодняшний день в беларуси дальше второй вопрос уж не боясь осенью дышала расскажите о своем отношении к осени где-то хорошо где-то не очень где-то ровно если честно что люблю в осени это то что заканчивается дочный сезон потому что к августу месяцу к сентябрю сезон закаток уже становится поперек горла я их до сих пор продолжаю делать где-то мне это нравится я имею ввиду закатки летом заготовки какие-то где-то мне это нравится где-то под надоедает где-то экономит скажем так собственные деньги да потому что но если достается все сдачи немножко ушла от темы на закончим а если достается сдачи относительно бесплатно либо же за копейки да почему мы не приготовились но специально наверно не покупала и вот осень для меня это как раз таки своего рода такой перед их что я от этого всего заготовок да но и в то же время это наступление холодов то что я не очень люблю да поэтому метку и двоякое отношение осени совсем двоякое дальше третий вопрос все краски осени расскажите о том какие краски какие осенние цвета вам нравятся ну наверное это больше теплые цвета таки постельные постельными сложно их назвать но назову их теплыми это красный желтый оранжевый вот все вот эти вот да и в сочетании с зеленым когда еще на деревьях листья полностью не пожелтели не покраснели и когда они красно-желтый зеленые вот это вот сочетание мне прям нравится и иногда это все отдает вражину такую рыжую осень не зря осень называют рыжий иногда да вот такое вот наверное сочетание цветов именно по осеннему мне заходит больше всего ну а серые черные у меня цвета ассоциируются уже больше с ноябрём до ближе к обрю когда это все выпадает и красок как таковых уже нет да и когда начинаются дожди вот я это вижу так дальше следующий вопрос все ли цвета можно назвать осенними наверное в принципе да потому что вот как раз таки осень она тема хороша что можно разглядеть вот как раз таки все оттенки цветов наверное или большинство во всяком случае и почерпнуть наверное для себя какие-то идеи ну если вы творческий человек например если вы вяжете шьете либо рисуете особенно хорошо это мне кажется для художников вот они видят больше наверное нежели вот в красках я имею ввиду чем просто мы люди которые увлекаются живописью вот мне так кажется если вы как-то задействовали ванны в плане живописи да если вы этим увлекаетесь напишите мне пожалуйста мне будет очень интересно на самом деле это так или это просто мои предположения извиняюсь никак еще простуда мне не уйдет дальше следующий вопрос что вы любите вязать осенью но в являюсь тем человеком которые от вас приходом осенью только начинает вязать носки абсолютно нет но в большинстве случаев осенью я вижу наверное больше такие уже зимние вещи вот как в данном случае кофту для дочери назовем ее так потому что еще не определилась не я не дочка что это будет свитер либо джемпер но все наверно знаете чем отличается свитер от джемпера высотой горла королевина то есть джемпера она либо стойкая либо еще какая-то невысокая а у свитера с двойным отворотом и выше ну то есть поэтому вот больше предпочитаю конечно вязать к зиме ну что называется сани летом готовится поэтому так а так в принципе если мне ничего конкретно такого зимнего не надо то тогда в принципе ну чё хочу то и вижу чё хочу товара чушь называется вязание поэтому вообще абсолютно не придерживаясь никаких правил ничего наверное вам советую что хочется то и вяжем дальше следующий вопрос какая пряжа подходит для вязания осенью ваше мнение но я немножечко уже ответила выше да абсолютно любая иногда просто хочется под настроение вот есть какое-то желание повязать что-то конкретное но просто берите и вяжите мне кажется что вся пряжа может осенью подойти есть люди которые в принципе не любят шерстяных вещей поэтому почему бы и нет я допустим дочь тоже не любит жару до сильную и ей в чистых шерстяных вещах жарко то в принципе да я беру из несовки либо запросто могу связать вещи с какого-то качественного акрила и не холодно абсолютно и нормально поэтому вообще как бы не без разницы еще увяжется лишь бы вам нравилось то что вы делаете и нравилось что пляжи поэтому меня мне не на счет такое следующий вопрос вы заранее готовитесь к приходу осени в плане покупок пряжи и еще чего-то нужного для вязания осенью но в пряне в плане покупок наверное да если мне что-то нужно то да я покупаю как бы иду и покупаю я примерно уже представляю допустим как бы кем не изделие нужны допустим что я буду вязать на осень на осень я вижу правильно летом и то что я буду вязать уже по осенью без меда и пушка боески это обычно наработки я уже повторяюсь наверное с тех людей которые готовят сани летом телевизор телегуль летом а сани зимой или наоборот блин запуталась уже все у меня сейчас просто час ночи на дворе я пришла с работы и вот сижу с вами болтаю не спится да поэтому да я покупаю заранее единственное чего я не покупаю заранее вот прям заранее заранее это наверное фурнитуру спицы вот такие вот расходники потому что фурнитуру я покупаю уже под конкретное изделие когда она у меня практически готова я беру изделие еду прям с изделием по магазинам и уже примеряю фурнитуру именно визуально ну я по образованию профессии еще и шли я поэтому как бы немножечко плавая в этой семье за 6 пришить вточать вшить короче ну понимаете о чем я говорю да и если уже не нахожу фурнитуру нужную мне в магазинах когда я тоже на площадке в интернет и заказываю там спицы тоже как говорится спицы можно купить или заказать в любой момент ну а по пряжу да конечно я стараюсь если мне это нужно это пряжа туда я покупаю заранее далее следующий вопрос осенью пора вязать супные вещи в моем случае в большинстве случаев до для меня это так работает я мерзляк сама по себе мне постоянно холодно мне даже летом не убирается ватнее одеяло как ни странно да можете скидать меня тапками но осенью и зимой до зимой я уже присматриваю как правило пряжицу к весне если необходимо ну естественно носочка носочная пряжа это у меня присматривается круглый год хотя последнее время носочку давно не покупала вижу из остатков носки вот то что есть какие-то остатки пряжи допустим от цитров и джемперов еще от чего-то либо какое-то изделие уже потеряла свою актуальность я могу с него распустить и связать потом уже носки из него поэтому да как-то так у меня это происходит последнее время вот не покупаю насочную пряжу не потому что я с ней не подружилась а потому что условно говоря есть еще вязать носки поэтому так дальше вы относитесь к тем кто готовит телегу зимой а сами летом бой как правильно до сто процентов если не есть дальше и последний вопрос как раз таки разогнулась я конечно последний десятый можете коротко сказать что для вас осень честно даже не задумывалась об этом очень пора года которая плавно переходит в зиму хотя последнее время у нас осень довольно затяжная и по погоде у нас еще декабрь осень но осень время ожидания до нового года какого-то преддверия новогодних праздников и всего остального что с этим связано у меня это происходит вот именно так что собираюсь вязать этой осенью немножечко планов да наверное извиняюсь надо бы пару слов сказать опала что буду вязать этой осенью дочки свитер на вот этот и пару свитеров себе зимних 1 я распустила у меня был голубой такой еще вязала когда-то вначале пути своего блогерства до самое первое было изделие которое показала у себя на канале именно свитер с горлом вязала из карачайки но он к она подсела у меня это пряжа немножечко там был он очень объемные косы в общем итоге он пошел в роспуск проносила его года четыре наносила как в самые такие холодные морозы пряжи там хорошая к но неплохая с ней ничего не случилось я ее почистила от катышек мне относительно выправила насколько смогла кстати вот как выправлять раба управлять упрямлять да и работать с роспуск распущенной пряжи у меня есть свой ролик на канале как посчитать метраж если вы не знаете как это сделать допустим метраж на 100 грамм смысле как ее отпарить как ее реанимировать в общем полезно довольно полезная информация там ролик небольшой минут на 10 наверное но если вам нужно можете заглянуть перевяжу на свитер но уже будет не объемные косы а что-нибудь проще наверное да и есть у меня упаковка ализе такое светло-сиреневом цвете наверное поиграем с ней и тоже свяжу какой-нибудь свитерок потому что на себе потому что вот свитеров на зиму что-то у меня давно себе не вязала по обносилась что-то ушло в роспуск что тоже как бы неактуальный вот свитер где пряжа хорошая распустила перевяжу и наверное свяжу что-нибудь вот и залезли ну и тоже потом по мере движения говорится если вам интересно буду процессики свои показывать конечно но естественно носки и шапки варежки да и вот шапка вязала себе прошлом году красную шапку она немножечко под растянулась не нужно перевязать нужно будет модель мне нравится все как бы но я его тем же узором наверное перевяжу но уже на размер меньше когда где-нибудь может быть вложек от сниму и покажу попряжи как как что отзыв свой оставлю да что еще узоры ну вот за подсела я на вязание узоров мастер-классов на камеру тоже будут наверное уходить регулярно так что если вам вас интересуют узоры именно спицами да они будут именно спицами потому что за крючок что-то последнее время я не берусь хотя кто узнает может с меня и накроет вернуться к крючку свое время вязала вязала и много поэтому немножечко владею единственное что схемы еще со схемами туговато я с ними на вы но как бы как бы может быть когда-нибудь свернусь что еще на носки перчатки варежки да естественно снуды потому что у нас сезон а у меня открыто ремесленничество и мне нужно нужно что с нудиков навязать не наличие и варежек досочков судочков вроде бы как хватает но тем не менее я буду продолжать связать есть идея поснимать мастер-классы на пятки их сейчас огромное количество и ну естественно какие-то приемы лав лайфхаки связанные именно с насочными изделиями не только на скину это тапочки то слитки это пинетки принципе женские и мужские разные в общем поэтому будет много чего интересного если вам будет интересен данный контент на моем канале ну конечно же у меня тоже есть кулинарная рубрика которую я тоже вот планирую пополнять давно и тогда ничего не снимала надо был уже сейчас вот дочка просит по приехала на выходные она учится студентка дам 7 город приехала на выходные просят кренделей наверное сделаем их с корицей и от данного рецепта и у меня еще на канале нет и наверное вот мыслишка у меня завтра сделать ей да ну где сделать то я буду и а застанется на камеру у меня сегодня повторюсь на час ночи до этой субботы на воскресенье завтра воскресенье я наверное его заснимусь у меня хватит времени рецептик ну а вы уже увидите его попозже естественно соответственно возможно после уже выхода данной был наши с вами болталочки такие вот у меня планы на эту осень так что если контент данный вам интересен то конечно же не забывайте подписываться на канал ставьте ставить серый колокольчик нажимать чтобы вам приходили уведомления о новых роликах на моем канале это позволит вам их не пропустить ну а на сегодня я уже буду закругляться это были все ответы на вопросы данного тега ссылочку на автора я оставлю в инфобоксе в описании под этим видео возможно если вы блогер вы тоже захотите ответить на вопросы данного тега вопросы также вы можете найти у ольги на канале но у меня на сегодня все спасибо за внимание и пока